так друзья привет мы собственно записываем очередной разбор кейса некоторые кейсы вы видели некоторые кейсы наверное не видели может быть посмотрите потом итак сегодня у нас на разборе съемка для стоматологической клиники абсолютно коммерческий заказ такой классический где надо сделать не то чтобы сильно творчески но нужно сделать хорошо чистенько и аккуратно поэтому сегодня мы поговорим об этом здесь соответственно надо было до вывести чистенький цвет видео о том как я настраиваю свой пресет capture ванна лежит у меня telegram канале там же лежат пресеты на ютубе лежат пресеты но видео о том как адаптируется пресет под разные условия съемки в телеге лежит можно взять ссылка на телегу она будет в описании поэтому если вдруг вы еще не видели ли там не получили свою пачку бесплатных пресетов забираете вот я тот человек у которого пресеты меняются раз в несколько лет поэтому непонятно я не выпускаю обновление своих пресетов каждый месяц потому что я достаточно стабилен в этом отношении итак давайте собственно поговорим об этой съемке стоматолога стоматологов какая стояла задача у нас стояла задача снять для социальных сетей для оформления групп для сайта для всяких лендингов для на любых онлайн использования ребятами вот и непосредственно нужно было сделать чистенькую аккуратненькую такую картинку медицинскую потому что если бы я начинал да это творческие цветовые эксперименты здесь проводить то той самой чистенькой картинки не получилось бы а это напрямую противоречило бы пожеланиям заказчика и фотки признались бы плохими а здесь все как раз очень аккуратненько и в общем то приятно выглядит в инстаграме я получил позитивный фидбэк на эту съемку поэтому мы сейчас расскажем я расскажу о том как это все проходило и как это делалось как все снималось собственно поехали что у нас из оборудования из оборудования я снимал все на канон 5d 4 и 2470 лку вторую все это единственные камеры и объектив которые использовались в этой съемке этому больше по технике такой ничего не было у меня было три вспышки годокс а до 200 потому что у меня есть эти вспышки и это единственная причина почему я использовал их они что-то еще можно ли снять это нас накамерными вспышками можно но и скорее всего понадобилось бы там побольше я бы сожрал побольше батареек не так бы быстро они заряжались или что-нибудь ну короче я испытывал бы такие трудности больше задротские нежели там трудности постройки схем потому что на годах сады 200 отличные вспышки я всем рекомендую вот у меня их есть три штуки именно ими мы и пользовались были октобоксы на 80 сантиметров и на здесь вот написано 100 сантиметров но я прям сейчас здесь это исправлю потому что это неправда был октобокс 120 сантиметров вот вот так было были октобоксы 80 сантиметров и октобокс 120 сантиметров из светоформирующих насадок все одна вспышка была голой был восьмидесятка и сто двадцатка вот такие дела собственно первую очередь мы снимали да вот такие простые портреты голов снимали это в там же в клинике в кабинете в одном из кабинетов которые нам выделили под съемку абсолютно светлые такие светло-серые стены в нем были какие-то бежевато-серые ну в общем и снимать там просто софтбоксом было абсолютно невозможно потому что очень сильно отражали сами стены именно поэтому здесь был поставлен черный флаг вот здесь вот от человека был поставлен черный флаг черным флагом служил отражатель который валялся мне в багажнике просто с обратной стороны он не серебряный а черный вот этот флаг мы там к стенке и облокотили и таким образом удалось получить хоть какой-то светотеневой рисунок потому что без флага была просто фотография на паспорт абсолютно скучная ну вот просто никакущая и такой световой схеме мы снимали сотрудников как вы видите вот один человек вот другие люди абсолютно одинаковые фотографии голов аватарочные нифига не с налетом какого-то художества вот просто качественные хорошие фотографии людей портретики люди улыбаются смотрят кадр всех видно все приятненькие все задачи справились заказчик остался доволен всех поретушировали все хорошо помимо этого нужно было снять и оборудование которое есть в клинике вот нас водили снимать аппарат для рентгена еще один аппарат для рентгена здесь все тоже снималось максимально просто эффективно здесь если в первом случае у нас реально был всего один прибор на октабокс и черный флаг все больше ничего не было потому что на самом деле в эту комнату больше ничего не влезало я бы конечно мог туда доставить заполнение еще очень но во первых это нет в необходимости потому что 120 октабокс отлично освещает людей по грудь плюс он стоит достаточно близко к человеку и там реально нет никакой совершенно необходимости доставлять что-то еще то вот в таких случаях я все-таки пришел и как мы сделали сюда я принес вообще одну единственную голую вспышку без октабоксов без насадок без ничего опять же как вы видите я снимаю в светлой абсолютно комнате и мне нужно получить натуральный цвет без каких-либо жестоких теней и без ничего поэтому я использовал стены в качестве отражателя конкретно этом случае как вы видите да тень от стула она вот здесь есть на стене она очень мягкая осветить все это но если через насадку то нужно было бы что-то очень большое поэтому я просто направил голую вспышку в противоположную стену она била в стену на отражение и получался такой мягкий рисунок мощность я честно говоря совершенно не помню потому что я просто подбирал экспериментально вероятно здесь мощность либо там одна восьмая либо одна четвертая вспышки ну что такое так как комната светлая мне в общем-то очень сильно даже хватало вторая фотография другого оборудования сделано абсолютно точно также вспышка стоит слева от меня бьет в стенку напротив туда и возвращается да и у нас получается такой мягкая мягкий очень рисунок на приборе видно прибор белый белый все чистенько все хорошо никакого ну короче никакого паразитства нигде нет все нормально получается далее тоже снимаем оборудование и так как она тоже стоит вот эти все автоклавы и прочие стерилизаторы они как правило стоят в маленьких комнатах и там сложно размещать что-то большое то здесь абсолютно таким же образом ставилась одна голая вспышка которая светила в нашем конкретном случае в угол уже справа от меня вот там напротив для того чтобы свет отраженный возвращался с этой стороны чтобы подчеркивать как раз объем приборов объем ящиков объем этих буквы к и всего остального поэтому в таких случаях я решал ситуацию максимально просто и вообще я вам советую если нужно решить задачу просто и вы можете решить ее просто решать ее просто та же комната другие приборы абсолютно по той же схеме я просто развернулся снял здесь именно нужен был такой простой прямой свет чтобы было понятно что вот они здесь турбины непонятно что с ними здесь происходит я не знаю ну в общем какие-то приборы выполняющие свои функции это им видимо нужно было для того чтобы показать техническое оснащение клиники помимо портретов и там съемки оборудования но еще сняли чуть-чуть раскладочки вот и здесь пригодилась мне моя свадебная школа и умение снимать натюрморты из туфель колец бутоньерок букетов и прочие свадебные атрибутики здесь мы сделали то же самое только с атрибутикой не свадебный вот как снималась снимались все вот эти раскладочки их тут как вы видите в общем-то несколько штук снято они все сняты по одной той же технологии специально собраны здесь воедино для того чтобы потому что на этих раскладочках свет никак особо не менялся и они как снимались одинаково так и снимались одинаково вот они все снимались в 2 собственно вспышки одна вспышка стояла вот там вот в качестве контровой здесь за креслом тут вот это стояла вспышка и у меня был один тот же самый мой любимый 120 октобокс который освещал все это дело спереди вспышка которая стояла как контроле она лупила там же в потолок заполнение для того чтобы как раз у меня было такое мягкий мягкое заполнение сзади шло вот и прорисовывала мне объем прорисовывал мне задник вот и она справилась со своей функцией а отрисовывал и отрабатывал главный объект я непосредственно этим самым октобоксом чтобы было мягенько чтобы было опять же все видно чтобы было понятно что к чему и никакой лишней жесткости не потянем ни почему не было поэтому все это снято абсолютно одинаково здесь точно так же вспышка который лупит в потолок стоит где-то там да и получается что этот мой октобокс судя по теням от зубных щеток он собственно вот так вот сбоку их аккуратненько аккуратненько и подсвечивает у нас есть и объем потому что вот они есть тенюшки и есть абсолютно чистый цвет все хорошо у нас сложилось то же самое здесь здесь получается столик чуть-чуть развернулся и octobox уже стоял не совсем сбоку а вот так на самом деле нет никакой тайной задумки в том чтобы octobox здесь светил чуть по другому просто стол был по-другому чуть-чуть развернут мы сфотографировали мы крутили этот стол так чтобы блики не сильно отражались в этом металлическом столе со стеклянной поверхностью чтобы не там не отражалась сама клиника не лишнего потолка ничего не было поэтому видимость здесь было найдено такое оптимальное решение вот то же самое только с другого ракурса и вот наверно моя любимая раскладочка но не потому что здесь я совершенно типа ювелирно все сделал а потому что мне просто нравятся эти железные штуки они красивые брутальные мощные как не сказали это какая-то серьезная приблуда ее нужно снять потому что она нужна для того чтобы ставить брекеты и типа какой-то но сложно техническое или важное оборудование как по мне ну просто классно выглядит ребята сказали что это важная штуковина поэтому мы все разложили и я просто по абсолютно классической свадебной схеме сфотографировал все сверху здесь опять же вы видите да по теням что октобокс стоит где-то здесь и заполняющая вспышка там же лупит в потолок вот чтобы смягчить это все дело для того чтобы вода видите здесь блюдце есть вода вот и чтобы она пришла в движение чтобы она как-то вот так вот чуть-чуть вибрировала вот эта миска она сама по себе не керамическая она тоже какая-то каучуковая тут за кадром врач непосредственно который мне помогал все это раскладывать каким-то тоже своим зеркальцем или там пинцетом он чем-то пичит в порт этой миски для того чтобы вода пошевелилась вот все остальное лежит и все эти штуки для формирования слепков зеркальца какие-то еще вещи макет челюстей на все это собрано и абсолютно сфотографировано также прямо спокойно как и все остальное потом просто ровненько покрашен интересности начинаются на съемке непосредственно уже людей в кабинетах вот мы видим кадр человека в кабинете который как бы за работой с пациентом что-то делает а как снимались все вот эти вещи они все снимались в три источника вот она схема всегда рисующий на лицо это октобокс восьмидесятка почему восьмидесятка потому что условия клиники и площади кабинетов не позволяли нам затолкать в кабинет нормальный комфортно 120 октобокс поэтому просто техническая необходимость светить восьмидесяткой потому что здоровый просто не влезал и всегда два контровика один здесь соответственно 2 здесь единственная сейчас смотрю понимаю что в целом мощность контровиков можно было и уменьшить но по большому счету и так все хорошо у нас получилось поэтому все остальные фотографии они в принципе сняты вот с такой вот абсолютно простой схемой в три источника точно так же стоит рисующий актобокс как вы видите сбоку до для того чтобы человеком показать объем на лице и для того чтобы были контровики вот здесь стоит контровик и в он там стоит контролем потому что не стоит но здесь точно один сбоку и вот тут здесь по моему даже e2 источника снимал один знаком один вот тут сзади и все хорошо получилось даже самая песня как вы видите есть контровик у нас один и на самом деле вот он вот он вот вот эта черная полоска это стойка вот так как там была еще какая-то труба кусок стены в целом угол и так как стойка вот здесь очень хорошо вписалась тоже в угол она не палится поэтому стойка вот отсюда как раз вот отрисовывает нам человека видно по нему что вот по рукаву вот сюда на лицо нашего пациента прилетела и уже наш основной рисующий октабокс он тут боку стоит и вот хотя он даже не боком вот тут вот стоит это же вот так вот подсвечивает нам человека вот вот здесь сбоку от меня вот чтобы был объемненько чтобы одна сторона была чуть-чуть в тени вот объемно получилось здесь у меня получается такая классическая схема можно сказать из двух контровиков один раз второй отсюда тоже никакого дополнительного заполнения здесь не было потому что его не было куда городить а во вторых реально очень светлое помещение очень светлые кабинеты и там свет ну максимально от всего переотражался потому что светлая мебель светлые шкафы светлое все и я просто такое ощущение что я снимал в белом кубе у меня скорее была сложность не как убрать лишний объем как подсветить тени а как наоборот как сгустить тени потому что все настолько отовсюду отражалась верну блин где взять этот объем как сделать потемнее вот в этом была сложность вот эта фотография тоже она мне нравится здесь девушка улыбается что-то перекладывать здесь как раз вот видно как вы видите этот октобокс который светит у нас на человека вот отсюда сбоку и вон там стоит контроль который подсвечивает ей здесь тоже получается такая система из двух вспышек это все было сделано вот пожалуйста тоже но фотография очень схожая с вот этой да потому что мы снимаем это в одном кабинете просто другой доктора занимается другими вещами и ей светит лицо светит затылок с чем с какими сложностями я столкнулся они все на себя пытались нацеплять маски перчатки шапочки короче вооружаться полностью в плане сами врачи и это конечно выглядело максимально не привлекательно максимально никак не рекламно максимально вообще ну никак отпугивала напрочь вот поэтому я просил их проводить те процедуры которые они могли бы проводить без масок например от врач который ставит брекеты он как бы проводит консультацию показывает человеку что-то вот и еще они не начали там лечебную процедуру просто общаются я сказал а вы можете просто общаться без маски никто не заставляет вас лезть в рот человеку без маски но просто общаться не да да это мы в принципе можем делать без маски Никто нас не будет пинать или там закидывать какашками за то, что мы типа с пациентом общаемся не в скафандре Поэтому я просил, чтобы вот так это было Я должен упомянуть, что это все снято в доковидные времена Поэтому люди выглядят как люди, а не как вот эти желтые покемоны из мультика Корпорация Монстров Вот эти, такой моно-скафандр Далее, здесь та же самая история Контровик здесь, да, контровик там и светит человеку один в лицо То есть здесь три стоит вспышки И я часто использовал вот этот вот фонарь стоматологический, который светит Здесь я его сам себе, ну то есть он должен светить по идее в лицо пациенту Но здесь я его сам себе направил в объектив для того, чтобы получить вот этот блик от этого непосредственно фонаря Поэтому вот такая тоже получилась фотография Кабинеты не самые просторные, поэтому приходилось достаточно сжато это делать Вот, и нужно было снимать еще в файле Вот, фотографии, ну типа ресепшена, фотографии как людей встречают Как с ними работают И здесь непосредственно вот уже возникли какие-то сложности Пришлось покумекать по свету Потому что нужно было и задник нормально отработать И человека нормально объемно осветить И так, чтобы это как-то не бросалось в глаза Вот эта вся постановочность И что вот тут прямо у нас стоит вспышка Чтобы не было этой жесткотеки Поэтому здесь пришлось чуть-чуть посоображать Вот, пациент подписывает договор Договор, что типа они ни за что не отвечают А он может умереть, выйдя из клиники И им за это ничего не будет Видите, какой радостный человек Вот, он поправки в конституцию принял, видимо На самом деле это муж вот этой девушки Поэтому все свои Итак, как здесь мы ставили свет Потому что здесь я уже снимаю почти от входа Тоже надо было так, чтобы еще и помещение показали И стойки в кадр не влезли И в зеркало ничего лишнего не отразилось И чтобы все светильники, которые висят на стенах Тени не отбрасывали Потому что я пытался ставить вспышку где-то там за дверью Но тогда у меня все светильники отбрасывали тени И получалось, ну, очень некрасиво Поэтому, как мы решили эту ситуацию Мы поставили свет вот так Вот вы видите, что на схеме видно два человека, которые общаются Видно человека, который сидит на диване Вот, софтбокс один светит вот так вот ей Из-за плеча молодого человека в лицо А еще одна вспышка стоит вот тут за синей стеной И она светит, в общем-то, куда? В потолок Для того, чтобы залить комнату И еще одна вспышка стоит здесь же рядом с софтбоксом Просто смотрит в другую сторону, тоже в потолок Для того, чтобы залить комнату с другой стороны Они, конечно, на одинаковых мощностях Я не помню на каких На достаточно маленьких, чтобы не перебить сильно то, что у нас свисает с потолка Или вот эти вот источники на стенах Поэтому на малых мощностях они просто освещают комнату И октобокс, маленький наш 80-ка Который светит на людей и отрабатывает нам девушку на ресепшен Вот, такая вот съемка получилась И в целом я считаю, что она получилась хорошо Заказчик доволен, я тоже доволен Чистенько, аккуратненько И для меня это был интересный опыт Я потом еще снимал врача-косметолога Там все делалось примерно по тому же принципу И, в общем-то, я доволен опытом Я доволен кейсом Мне действительно нравятся фотки Ребята получились добрые, красивые Я сам хожу лечить зубы непосредственно к ним И здесь Игорь, а как ты получил заказ на эту съемку? Игорь получил заказ на эту съемку очень просто Игоря лечит зубы вот этот вот человек И он знает, что я фотограф И однажды, когда он залазил ко мне в рот Своими монструозными инструментами и ручищами Он спросил меня Игорь, а вот нам надо снять такие фотки Ты можешь, сколько денег ты за это хочешь Давай сделаем Мы работали не по бартеру Я плачу им деньгами Они мне заплатили деньгами Потому что нам всем так сильно удобно Такие штуки Так что заказ может прилететь откуда удобно В частности, в моем случае Я же могу сказать, что я заработал этот заказ ртом Что у меня рабочий рот очень привлекательный И поэтому я получил заказ Поэтому всем рассказывайте, что Цаплин снимал стоматологов Потому что у него рабочий рот Вот Все Я надеюсь, что вам понравилось Ссылка на канал в Телеграме Где лежит мой пресет для Capture One И видео Как это все адаптировать под разные условия съемки Под разные, скажем так, тонирования Там тоже записано Поэтому по ссылке в описании Канал в Телеграме Где вы можете найти уже непосредственно Скачать файлики И посмотреть, как докручивается видосик Все, спасибо за просмотр Я надеюсь, было интересно Лайк, коммент О том, какой я херовый фотограф Вы, конечно, можете написать О том, что все надо было делать по-другому И вы, конечно же, все сделаете лучше Тоже можно написать Но рабочий рот не у вас, а у меня Так что Все Ставьте лайки Пишите комментарии До встречи в новых видео Пока-пока